Добрый день, дорогие мои зрители! Расскажу свою историю украинского беженца из Киева в Германии, Баварии, город Бамбер. Я лично разговаривал и мне руку протянул сын графа Штауфенберг, полковник, который 20 июля 1944 года подложил портфель под стол на совещании Гитлер давал в бункере. Но так как граф Штауфенберг портфель оставил на стуле возле стола дубового, то соседний полковник положил этот портфель под стол дубовый и взрыв произошел под столом дубовым. А Гитлер в это время лежал на столе и показывал, куда на карте расположение войск. И стол от взрыва поднялся с Гитлером до потолка, а все, кто рядом были погибли. Вот такой случай произошел. И граф Штауфенберг, полковник, 20 июля 1944 года, выезжая из ставки фюрера, был уверен, что так как взрыв он слышал лично, что портфель, который стоял на стуле возле Гитлера, Гитлер не мог выжить, потому что рядом все погибли. Но никто не мог подумать, чтобы портфель переложили под стол дубовый. А в это время Гитлер лежал на столе и дубовый стол спас Гитлера. Еще Гитлер в это время поехал на вокзал, встречал Муссолини, вождя Италии. Вы представляете себе вот этот случай? Так вот, этот граф Штауфенберг, сын графа Штауфенберга, мне притянул руку, я с ним поздоровался, разговаривал. Он в Бамберге, это было, у него дом в Бамберге есть. И дворец, ну такой замок, дворец, такой большой дом. Я лично видел это ворота на возвышенности. У них возле Бамберга поместье большое. И он имеет свой собственный лес. И мне говорили, что сын графа Штауфенберга, так как имеет большой лес, он продает дрова. Вот так вот, представляете себе, дрова. Он к нам приехал на красной, новой машине, ярко-красного цвета, джип Мазда. У него Мазда такая, паркетник такой. Он реставрировал старые антикварные стулья со спинкой. Старый, в общем, он антикварятом тоже занимается. Реставрация, реставрировал стулья. Добрый человек, ну я вам скажу, что какое мне было впечатление. Такой, протянул мне руку, поздоровался со мной, поговорил. Как он был одет? Меня удивило, что был одет сын графа Штауфенберга. Значит, такой зеленоватый костюм, пизжачок, брючки зеленые, похожи на егеря, лесничего. Это такой национальный баварский костюм, такой националист Баварии. Варитничок такой, знаете, зеленоватого цвета, как лесничий егеря ходят баварцы, без варитничка. Знаете, такая стоечка, варитничок такой стоит, маленький пизжачок, такой варитничок такой коротенький, стоячий. Ну такой, мне вот напоминал он лесничего, в зеленой форме. Ну, вот такой, не гордый, имеет государственную особую пенсию за счет отца. Ему правительство платит пенсию, очень большую, очень. Потому что отец, конечно, очень известная личность. В городе Бамберге, в центре города стоит памятник, табличка, граф Штауфенберг. Я даже учился, учил немецкий язык, ходил в школу, граф Штауфенберг, большая такая серо-синяя школа, возле полиции, там, возле вокзала полиция в Бамберге. Есть большое здание полиции, и рядом школа большая, такая, похожа на советскую, такую, знаете, бетонная, трехэтажная, там, или четыре этажа, у нее много секций. И там очень много курсов всяких, курсы немецкого языка, другие музыкальные курсы. В общем, в этом здании, после школы, в вечернее время люди приходят и занимаются всякими курсами. И, в общем, это называется школа графа Штауфенберга, улица графа Штауфенберга, таблички, да, ихний родной город Бамберг, север Баварии, север Нюрнберга. Но в основном поместье, у них дворец, замок находится в пригороде, ну, ехать там минут 30 от Бамберга на север. На север находится большое поместье, дворец, замок, ворота на возвышенности, и лес ихний, вокруг замка лес. Он рубит, ну, нанимает и продает дрова. Немцы очень любят дрова, они их на пеньки эти режут метровые, и потом год надо обязательно высушивать, год. У них в Германии дрова находятся вдоль дороги, поленья, такие заборчики, такие большие, такие горы дров, сложенные, накрытые сверху брезентом, и обязательно надо год высушивать. А потом в сухом виде они их продают. Вот такой маленький скромный бизнес, да, у графа. Да, и, в общем, я вот знаю, что 20 июля, когда граф Штауфенберг подложил портфель попытка взрыва Гитлера в 1944 году, 20 июля, то 21 июля, на следующий день, графа Штауфенберга расстреляли. Детей, семьи всех у них забрали у жены, у них там много было детей, 5 детей, наверное, было. И Гиммлер. Детей, семьи всех у них забрали.